Сегодня мы знакомимся с долгожданной новинкой от автоваза Lada Largus. Строго говоря, обновка и вазовцы ее могут назвать соговоркой. Перед нами наполовину локализованный в Тольятти универсал дачи Logan MCV. Можно сказать, что у вас наконец стала намаркой, можно наоборот. Это уж как вам заблагорассудится. Но нельзя оспорить тот факт, что это первая тольяттинская модель, у которой такое большое количество иностранных поставщиков. Рождение Largus'а было непростым. Еще до кризиса автозавод долгое время решал, кому продать свои активы. Интерес проявляли американцы из GM и итальянцы из Fiat, с которых, собственно, и началась автомобильная история Тольятти. Однако выбор сделали в пользу французов из Renault и логановской платформы B0, которая досталась заводу за 220 миллионов евро. Еще 100 миллионов евро отдали за переснащение первой нитки конвейера с современными иностранными оборудованиями. Внутри Largus'а владельцы бюджетных 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 френов будут как дома. Этот руль, рычаг коробки передач, неудобные ручки задних дверей. Где мы их видели? В Дастере? А может в Логане? А может в Сандера? Собственно, это и не важно. Главное то, что конструкция надежна и прошла испытания километрами. Конечно, тем, кто еще не знаком с французскими эргономическими шедеврами, придется привыкать к кнопке клаксона на рычажке поворотника, регулировке стекол на центральной консоли и тоннеле, манипулятору электрозеркал под ручником. Зато в остальном Largus прост и понятен. Водительское сидение настраивается по высоте, и можно даже поясничный валик регулировать. Задним седокам хоть и мешают заметно вступающие замки ремней безопасности, но в целом комфортно, потому что очень много места. На потолке есть ниша для различной дорожной мелочевки. Третий ряд тоже не выглядит компромиссным, двоим взрослым, не тесно в плечах. Разве что из-за высокого пола ноги будут затекать. 105-сильный 16-клапанный мотор весьма эластичный. Насколько это возможно для младитражного стрельничка? На светофоре приору не сделаешь, но обгон дается без особого напряжения. С тремя пассажирами средний расход по бортовому компьютеру не превышает 8,5 литров на сотню километров. Что точно понравится россиянам, это то, как машина стоит на дороге. Энергоемкость у Логановского шасси отменная. Разбитые дороги Largus игнорируют как правильный кроссовер. Куда качнул рулем, туда машина и пошла. Никаких намеков на встречную раскачку. Продажу машина поступит в середине июля. Базовый пятиместный Largus будет стоить от 349 тысяч рублей. Коммерческая версия двухместных фургон обойдется покупателю уже 320 тысяч рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова